Коля свято-покровского храма уже самый ранец и вельми шматлюдна. Тут сбираются и священнослужители, и простые верники. Поклониться заступнику и молитвеннику белорусской земли Иоанну Кармянскому приходят люди самых разных взрослых. Для каждого из них это не просто церковное свято, а необходное данина памяти человеку, который всю свою жизнь просвятил служению Господу. Здесь как-то вот отдыхаешь душой, и просто вот когда побудешь здесь, здесь какое-то умиротворение наступает, и вот приходишь домой и чувствуешь себя совсем по-другому. С детками стараемся приходить, это что-то очень важно на самом деле. Будет вера в сердце, будет еще на самом деле. День памяти, 31 мая, совпадает днем рождения у дочки, поэтому мы решили приехать в ее день рождения, вот на этот праздник. Урожистости распрашинаются, коли до храма приезжая патриарша Экзар Хусия Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Спочатку янвитаю всех, кто собрался на свято, что год 31 мая до храма, где находится мощь Иоанна Кармянского, приезжают не только же хоры Беларуси и аллеи суседних краин. Отовсюду к нему приезжали совершенно не случайно, потому что святые для нас являются такой, знаете, связующей между людьми миром и Богом. И что самое важное, что самое главное, прошения, с которыми обращались люди к праведному Иоанну, как в дни его жизни, так и сегодня, они получают ответ. Мы просим его, он просит Бога, и Господь подает все просимое и необходимое для людей, все, что спасительно и молитвенно, и полезно. Патриарша Экзар Хусия Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел, узнашалил и Босскую Литургию. Треба отзнашить, Гомельская епархия отримала молитвенника перед Простолом Божим, дякуючи намаганием епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. И он пошел сбирать материалы об Иоанне Кармянске еще в 1990-м годе, когда изъявлялся настоятелем пройхода увезца Карма. Позднее были знайдены неотленные мощи святого и передадены у Святопокровский храм для поклонения. Я проживаю в агрогородке Карма и часто прихожу к Ана Кармянскому и на праздники, и просто так. И прошу о помощи, если болеет какой-то близкий человек или в семье какие-то проблемы. Всегда прихожу и прошу, чтобы все было хорошо. Многие верники лишат, что мощи Ана Кармянского, как и в уголе рэши, связанные с ним, володают тудадейной силой и сдольные вылешивать разные хворобы. Это семьи, которые молились и много лет молились о чадародье и не имели детей по 15 лет даже. Но отец я отдавал им чада. Лично мы, которые мы знаем, семеро детей, вот пятеро из них Ванечки, которые к нам приезжают. Уси так самопогаджаются, что и место тут незвычайное, небоадоранное Божьей лаской. Что дня про его доведываются новые люди и мкнутся приехать сюда. У свято-верники, готовые пройти свой шлях до мощного тудотворца Иоанна Кармянского, не глядяши навод на долгие черги. У думках во всех молитвы и надея, на сердце веры и любого до святого, перед яким яны проливают свою душу, и от якого сходят с упокоенными. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель» с Добружского района.